Всем доброй ночи! Наверняка каждому из вас знакомо слово «фатальный». Мы говорим «допустил фатальную ошибку, роковую ошибку, судьбоносную ошибку. Фатум. Дословно с латинского переводится как слово богов, прорицание. Но согласно многим легендам и версиям, даже боги подчинялись всемогущей судьбе фатум». Некоторые спорят, откуда произошло слово «фата». Есть версия, что это из санскрити «пата», что означает ткань. Но есть и другая версия, что женщина, надевая на голову фату, венец, берет себе новую судьбу. Это ее фатальный выбор. Некоторые сравнивают фатум с роком. Если кто не знает рок, неизбежность, злая судьба. Однако это не совсем так. Фатум – воплощение вообще судьбы. И добрый, злой, кому что предначертано. Если римляне, а это римское божество, сравнивают фатум с мойрами греческими, сравнение, в принципе, к месту, но мойры все же – это были исполнительницы высшей воли. Хотя боги даже боялись мойр, потому как они были те силы, которые могли предначертать, написать, создать судьбу даже богов. Но фатум считалась милосердной судьбой. И если человек приходил к ней с уважением, с просьбой, с поклоном, она могла пожалеть, она могла отозвать своих духов. И тогда человек имел шанс спастись. Фатум изображается с нитью в руках. Такой моток нитей в руках. Чаще всего это нить жизни человека. И когда она срезает эту нить, то есть срезает нить, связывающую человека с миром, жизнью, то человек уходит. Как мы говорим, оборвалась нить жизни, да, или словно во мне что-то оборвалось. То есть нечто, что-то навечно ушло. Смотрите, сколько на самом деле связей между богами, духами, силами всех народов. Смерть изображается с косой. Смерть приходит для жатвы, для забирания душ, которые она должна забрать с этого мира. Но в то же самое время коса или серп символизирует острию, которым она срезает нить жизни человека и забирает. Итак. Фатум. Фатальность. Нечто страшное. Неизбежное. То, что вас пугает. То, что может быть роковым для вас. Это может быть, как говорят, от сумы и тюрьмы, не зарекайся. Некая опасность в пути, некая опасность в жизни. Хочу вам сказать, что к Фатуму нельзя просто так обращаться. Если у вас предчувствие плохое, это не повод обращаться к ней. Вот когда вы точно знаете. Если вам точно угрожают. Если на вас завели дело, а вы не виноваты. И вас хотят посадить. Если у вас ребёнок болеет, и вы не знаете, что делать. Вы понимаете, что это фатальность, неизбежность может умереть. Нельзя Фатума читать для воина. Нельзя, потому что вы не знаете, ему суждено погибнуть, или он вернётся живым. Поэтому вы не должны лезть туда. Вот когда вам точно сказали, или вам в лицо сказали, вам осталось только-то, и вы можете уйти. Если у вас болезнь, которая сведёт вас в могилу. Если вас грозятся выгнать из дома, а вам нужно остаться в доме. То есть, вот чётко, ясное осознание опасностей. Не потому, что я предчувствую, или мне там сказали, может быть, так будет. Или я на всякий случай там испугалась. Никогда, ни в коем случае нельзя её беспокоить. Просто потому, что вам кто-то что-то сказал, или вам показалось. Хочу, чтобы вы поняли всю серьёзность. А серьёзность состоит в том, что вы когда поняли и осознали, что есть 100% опасность, или 100% болезнь существует вам, дали в руки заключение врача, и там написано, это болезнь, которая смертельна, которая лечится в редких случаях. Если ваш близкий, не дай боги, но у всех людей случается всё, что случается со всеми. Почему-то людям кажется, что вот со мной-то такого не будет. А те, которые умирают, они что, какие-то особые люди? Они точно такие же, как мы с вами. Если вдруг с вашим близким человеком случилась катастрофа, обращаться только при смертельных случаях, при случаях фатальных, когда могут посадить, когда могут отнять жизнь, когда человек попал в такую передрягу, и вы знаете, что может закончиться плохо. Для алкоголиков и прочее не читаем. Это их выбор. Это не фатальный случай, это их выбор. Они сами идут туда. Если вдруг вы узнали, что ваш близкий человек, предположим, смертельно ранен, и есть большая вероятность, что не сможет пережить этот момент. Если ваш близкий пропал, и вы боитесь, про детей я вообще не хочу говорить, страшно даже говорить об этом. Фатальный случай, неизбежность, и вы не знаете, что делать. Или туда, или сюда. Вот тогда читайте. Читайте столько раз, пока у вас голова не закружится. Садитесь, зажигайте свечу. Если вы в дороге или где-либо еще, нет такой необходимости, но если вы дома, желательно зажечь свечу, любую, огонь. Зажгите, садитесь, расслабьтесь, дышите глубоко, и начинайте читать просьбу к фату. Я вам давала заговор, рука спасения, еще помощь из ниоткуда. Эти все работы, они помогают в трудную минуту, но не в роковую минуту. А вот в такую трудную минуту, вот надо сейчас что-то решить, не решается, и вот человек просит. А фатум – это фатальный случай, случай, который смертоносный, который судьбоносный, который вот уже все, вы знаете сто процентов, что беда уже идет, это беда, и надо спасти. Читайте. Если вы узнали, что ваш сын попал в засаду, в окружении находится, если он попрощался, или сказали, что он может не вернуться, тоже фатальный случай. Читайте. Вот в таких, при таких серьезных случаях. Здесь откуп не нужен. Это судьба. Вы не купите ее, ни за какие деньги. И она не желает ничего от вас. Она сама решает. Если она с милостивилась, если она решила, что хорошо, можно, окажу милосердие, она вам поможет. Если нет, никакие ваши откупы, ее не затронут. Здесь не нужно откупаться. Здесь нужно просить, посчитать нужно, поможет. Но дело в том, что если я даю работу, то я знаю, что такая работа, она не просто так дается. Может, поможет, может, нет. Поможет. Наверняка поможет, поэтому и даю эту работу. Но есть одно но. Понимаете, когда в древние времена приходили к шаману, к ведьме, во время засухи, во время каких-то катаклизмов, и говорили там, помоги, вот чтобы дождь пошел, или наоборот, дожди прекратились. Никогда ведьмы, или шаманы, или колдуны не говорили, все, идите, сто процентов будет, все хорошо, гарантию даю. нельзя было говорить. Они говорили, идите с миром. Я подумаю, я приду в этот-то день. Это уже было согласие. Нельзя было давать согласие, или поклясться, или гарантировать, или обещать от имени сил. Поэтому я тоже не имею права, даю гарантию, сто процентов, все сработает. Если я даю эту работу, вы уже воспринимаете это, как согласие этих сил вам помочь. Поэтому они через меня и дают такую работу вам. Надеюсь, вы поняли меня. Итак, можете читать, сидя в машине, можете читать на улице, можете читать где угодно. Где вас беда настигла, там и читайте. Но если, например, там завели дело, или пытаются вас выгнать из дома, и так далее. Последний момент читайте. Если есть другие варианты выхода, используйте. Это судьба. К ней просто так не обращаются. Это фатальная судьба, неизбежность. И это должна быть такая острая необходимость. Почему? Именно в такие моменты. Я вам объясню. В момент опасности, когда действительно есть беда, энергия человека абсолютно преображается, меняется. Она становится очень мощной и сильной, потому что всё нутро человека, вот как говорят, все фибры души объединяются, всё её сознание подключается туда, и это такой мощный, сильный поток энергии, что пробивает эту стену и доходит до того божества или до той силы, куда это направлено. Если человеку, ну, может, надо, может, не очень, может быть, может, нет, да, в этом случае он слаб, чтобы она сработала. Они посмотрят и скажут. А не особо он и хочет. Зачем? Зря меня беспокоит. Итак, наверняка среди вас есть те, у которых дети болеют, у которых близкие болеют, и вы понимаете, что это уже всё. И если не уберёт эту хворь, эту беду, то, по крайней мере, отсрочит или поможет человеку уйти безболезненно. И такое есть. И это тоже очень немаловажно в некоторых таких случаях. Иду я через леса и поля, то перекрёстка судьбы. На перекрёстке Фатум стоит. В руке лампада судьбы горит. О, Фатум, отведи беду от нас. О, Фатум, будь милосердным. Переделай беду на удачу. Погибель превратив в спасение. Возьми в руки перо судьбы и в книге Вечности открой страницу нашей судьбы и своей всемогущей рукой вычеркни. Сотри эту беду. Услышь меня, всемогущий Фатум. Заклинаю. Это если вы просите для своего близкого. Не нужно называть имени. Судьба сама знает, чья беда вас тревожит и о ком вы думаете. И вообще, когда вы читаете перед глазами всегда образ этого человека. Хочешь, не хочешь. Это если вы читаете для кого-то. Узнали плохую новость? И вот сели, зажгли свечу и просите. Если вы просите для себя. Иду я через леса и поля до перекрестка судьбы. На перекрестке Фатум стоит. В руке лампада судьбы горит. О, Фатум, отведи беду от меня. О, Фатум, будь милосердным. Переделай беду на... Переделай беду в удачу. Извиняюсь, неправильно. Погибель превратив в спасение. Возьми в руки перо судьбы и в книге вечности открой страницу моей судьбы и своей всемогущей рукой вычеркни. Сотри эту беду. Услышь меня, всемогущий Фатум. Заклинаю. Кто-то скажет, а если муж преследует, тоже фатально, да. Если вы знаете, что это может смертью вашей закончиться. А иногда такое бывает, когда психопаты за вами гонятся или со мной, или ни с кем. А будешь со мной, я буду тебя уничтожать. Вот так хочу. Не понимают некоторые мужчины, что не получается любовь из-под тубинки, понимаете. Не получается любовь насильно, под страхом смерти. Люби меня по-хорошему, а то хуже будет. Ну, не понимают некоторые мужчины. Ничего не сделаешь. Еще раз. Иду я через леса и поля до перекрестка судьбы. На перекрестке судьбы Фатум стоит. В руке лампада судьбы горит. О, Фатум, отведи беду от меня. О, Фатум, будь милосердным. Переделай беду в удачу. Погибель преврати в спасение. Возьми в руки перо судьбы и в книге вечности открой страницу моей судьбы и своей всемогущей рукой вычеркни. Сотри эту беду. Услышь меня, всемогущий Фатум, заклинаю. Иду я через леса и поля до перекрестка судьбы. На перекрестке Фатум стоит в руке. Лампада судьбы горит. О, Фатум, отведи беду от меня. О, Фатум, будь милосердным. Переделай беду в удачу. Погибель преврати в спасение. Возьми в руки перо судьбы и в книге вечности открой страницу моей судьбы и своей всемогущей рукой вычеркни. Сотри эту беду. Услышь меня, всемогущий Фатум, заклинаю. Запомните одну вещь. Все мои работы, все мои лекции, все, что я вам говорю, все это пронесено через себя, через сердце. Все это испытано на себе. Когда было время, и я поняла, что подходит уже конец моего терпения, и я должна просто спастись или погибнуть, мне дали ритуал. Это обращение к Фемиде, к силам судьбы, к помощникам Фемиды. Вы знаете, я создала этот ритуал. Я провела этот ритуал первый для себя, потом для людей проводила. Меня просто вырвали, меня оттуда вытащили. И еще раз я проводила этот ритуал, и точно так же меня вытащили, просто вырвали, но его можно провести только практиком. Хотя людям дала не менее сильные работы. Все это пройдено мной. И только после этого я дарю вам. я знаю их действия. И этот заговор, он очень сильный. Он вас просто выдернет и вырвет. И вокруг вас будет такое происходить, что вы просто будете в шоке. Вы можете это читать во время суда, если пойдете, если судят вашего близкого человека, или он направляется в суд. И вы увидите эффект. Вы сами будете ошарашены этим всем. Как вокруг силы приходят в движение и начинают вас спасать, просто спасать, спасать, вытаскивать оттуда. Я для чего дарю эти работы вам? Невзирая на разочарование, на все, что приходится пройти таким вот ледоколом Арктика, как я. Я же первопроходец, а все шишки падают на первопроходцев. Это нормально. Потому что в нашем мире хорошим людям и так никто не помогает. Хоть кто-то должен дать людям, достойным людям, вот это вот, не буду называть это слово, да, что-то в руки, чтобы они сражались. Этот меч, хорошо, ишит от всяких недочеловеков. очень аккуратно с этим заговором. Но этот заговор поможет очень быстро. Откуп здесь не нужен. Судьба не покупается, не продается. Ее невозможно задобрить никакими откупами. Она не подкупна. Это высший суд. Но если она будет милосердна к вам, она вам поможет. А она будет милосердна, если она позволила вам передать такой заговор. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok